здравствуйте дорогие наши подписчики и гости нашего канала вы на канале на кухню любани а значит у нас с Колей гостят на нашей кухне и сегодня у нас очень вкусная домашняя выпечка но для начала я как всегда спрошу Коля ты с нами да Люба с вами ничто не успокаивает так мужчину как вид работающие женщины особенно на кухне правда в отношении вкусняшек дорогие ну что ж начинаем будем делать быстренько и очень вкусненько значит нам понадобится я подготовила килограмм муки просеяла но разделила потому что я не так всегда я не знаю сколько пойдет точно значит вот у меня здесь грамм шестьсот большая часть муки отправляю в миску есть так что ты все отправила нет нет а лучше я оставила уже отщипнула да да сюда же отправляю дрожжи у меня в данный момент сухие дрожжи значит знаете есть еще вот такие дрожжи когда пишется вот на них пишут насколько они рассчитаны здесь рассчитана 11 грамм рассчитана на килограмм муки потому я беру полностью обычно знаете как один которым берется если прессованных дрожжей до 30 грамм а этих допустим будет там 9 9 грамм ну когда написано на пакетике обращайте внимание потому что производителю надо верить потому здесь у меня написано на килограмм муки идет 11 грамм этих дрожжей сухих перемешиваю вот такой совет опять же производителя да так и советую часто я так делаю с мукой все это перемешала эти дрожжи делаю луночку обратите внимание вот так как делала моя бабушка да и мама тоже наверняка вы много многие так делаете дальше что сюда отправим сюда значит жидкие ингидиенты пол литра 500 миллилитров то есть до молока вот она у есть подогретая вот так вот вылила вот сейчас секундочку все вытрусила сюда же добавляю 3 яйца и нам скажу так это пол чайная ложечка соли щепотку такой да возьмите сюда же все вот сейчас еще соль на дно весело есть это так сказать жидкие ингредиенты да значит растительное масло у меня 30 грамм тоже сюда вот что-то пенится бурлит кто-то кому-то не нравится для этого теста я взяла 100 грамм сахара и два пакетика ванильного сахара он сверху тоже сюда есть это все я венчиком буду так вот постепенно все перемешивать итак смотрите вот так тесто вымесила замесила то с ложкой ложка уже наша не справляется потому сейчас буду это все делать руками но у меня же еще сливочное масло потому я сюда добавляю сливочное масло слегка растопленное видите такой вот значит его здесь 100 грамм отправляю в тесто и буду частями добавлять муку подсыпать потом ложечкой там посыпали замешивать замешиваем такой знаете нежное не забитое и слегка может даже липнувшее тесто я вам покажу просто это очень очень просто очень просто смотрите масло отправила ручки конечно же сразу масло и вот таким способом хорошенечко дорогие мои так миксером или как не миксером а этим тестомесом работаем тестомесом муж приходит с работы поздно вечером уставший ну что ты дорогая приготовила сегодня для меня жена залазить на табуретку поправляет как тесто местомесом работаем тесто такое податливое нежное слегка тепленькая сейчас секундочку муки добавляем вот так подсыпали и опять и так вымешиваем дорогие мы может даже с остановочкой на минут десять это точно потому ждем я вам все покажу и так дорогие мы тесто замесила смотрите слегка липкая ну от рук отстаёт значит пошло килограмм муки это мука которую я уже под отдельно взяла будет на подпыление значит мисочку смазала слегка растительным маслом отправляем муку муку горосподи тесто вот так вот подкатываем колобочек вот таким вот колобочком значит накрываем пленочкой любой пленочкой что у вас есть там кулёчком что и убутываем полотенечком и в теплое место на час для подъема часть полтора это зависит как у вас тепло на кухне или где будет стоять это тесто а пока ждем я потом расскажу что будем делать дальше и так тесто наше подошло к смотрите какой нежной такой классный сейчас я его так чуть-чуть обо мне отстала от тарел от миски то есть я говорю от тарелки теперь выкладываем на доску немножечко совсем немножечко дорогие мои припылила мукой вот видите совсем чуть-чуть так если практически не пристала отличненько все слегка вот так вот обминаем смотрите какой воздушное нежно виде какие пузырики такие вот вот они видны вот отличнейшее тесто работать с ним легко пищит прям руках так слышите такой писк стоит какой-то как вот это может мыши завели а я же как вот у мышка где-то в подсобном помещении дорогие мои вот так сильно его не будем тут колотить дадим ему отлично что дальше делаем я так немножко муку можно масло ну это растой ну сливочное или растительное любое масло смазывать руки можно мукой вот так вот его примяла делю пополам вот так посмотрите в серединке какое воздушное нежное тесто все тесто похвалила отлично правда нечего сказать вот одну делаю одну часть колобком да еще сейчас одну минуточку коля мне говорил что напомнит но тоже наверное забыл значит дорогие мои я когда разогревала молоко я добавила в молоко две ложки сметаны а забыла вам сказать почему я молоко добавила потому что у меня сметана была с холодильника я знаю что нельзя холодно и просто так знаете добавила и забыла обычно то что на столе все говорю потому кто не перемотал тот знает и будет знать что молоко там когда разогревалась я добавила 2 столовые ложки сметаны любой жирности. Вы можете добавить просто вот в жидкую смесь. Это не важно. Главное, чтобы она была комнатной температуры. Я напишу в рецепте. Потому, смотрите, с вот этого теста, боже, тесто, господи, прям невозможно нарадоваться. Делаем колбаску такую, но не сильно тоненькую, потому как будем делить на кусочки такие, да, порционные, так сказать. Кусочки будут ну, где-то вот так вот. Такой хороший шарик. В пределах, ну, будем говорить, дорогие мои, до 100 грамм. Знаю точно, что где-то так. Вот как пирожки я уже определяю. Грамм у меня 80, но они большущие. А это вот такие должны быть шарики, колобки. Потому, сейчас все разделю, подкатаю и покажу, что мы будем делать дальше. А пока ждем, я очень быстро разделаю. Итак, дорогие мои, все тесто разделила. Значит, Коля достал весы, получилось 102. 110, 110. Ну, смотрите, такие шарики приличненькие. Значит, тесто немножечко подошло. Вот эти наши колобочки. Буквально 5-7 минут. Теперь будем формовать, как говорится, да. Значит, чуть-чуть муки можно растительным маслом, но я муку. Будем делать прямоугольничек. Такой длинненький, хороший прямоугольник. Тесто податливое, хорошенькое. воздушное. Аж пищит. Коля, ты слышишь, как пищит? Боже, это ужас. Вот. Тоненько раскатываем. Будем стараться в прямоугольник. Сейчас я раскатаю. Вот сначала так вот длину. Софочка. Да. Вы такая вся воздушная. Что, как безе? Нет, как тревога. Не говорите, дорогие мои, точно, как тревога. Кого что болит, тот про то и говорит, да. Да. Значит, смотрите, вот так вот. Не будет точно прямоугольник. Просто немножечко такую форму придаете, да. Вот. Сделала. Где-то ручками подтянули, попробовали, подровняли. Теперь я смазываю растительным маслом. Ну, смазываем так щедренько, не жалеем, как всегда, правда, Коля? Как я умею. Вот. Хорошенечко так сейчас, Коль, ты ж не уходи. Самое главное впереди. Хорошо? Давай уже поодин покажем. Давай, да, да, чтобы было понятно. Вот так хорошенько смазываем сейчас еще. Вот можно сливочным. Ну, какое у вас есть масло? Это тоже хорошо. Главное, чтобы было без запаха. Посыпаем сахарком. Сахарок я ничего в сахар не добавляла. Один сахарок. Можно добавить ванильку, можно коричку, можно все, что вам нравится. Вот. Теперь сворачиваем трубочкой. Значит, трубочка будет шириной, сразу вам скажу, где-то в полтора пальчика, а то и в два. Вот так. Не в трубочку, а вот так, смотрите, вот. Видите, вот так. Получается где-то два, три оборота таких у нас, правда, Коля? А ну-ка, говори. Наверное, до трех я умею еще. О, умею считать. Молодец, Марк вам пристал. Вот. Вот таким образом. Ой. Защипываем торцы, обязательно. И вот тут, вот так вот, вот так вот, бокам ушечку. Хорошенько, хорошенько защипаем, и чтобы вот эти вот защипы были у вас к вам лицом. Я говорю вот так вот. Видите, вот. Вот. Хорошенько тут все прошлись. Ну, я надеюсь, что многие делали, скажут, ой, да мы это умеем. Дорогие мои, если вы умеете, это очень хорошо. Я же никому не говорю, что не умеете. Сложиваем пополам. Обратно. А я сейчас переложу. Я сейчас доску поверну, чтобы было видно. Вот так вот. Не обратно, а пополам. Просто Коля говорит обратно, чтобы вы увидели. Здесь зажимаем. Вот прям пальчиком зажали, соединили, но сильно не давим. Теперь берем нож. Можно даже, в зависимости, какой у вас остроты, можно смазать слегка маслом. Вот, видите. Тем же маслом. И теперь делаем разрез к себе, но, смотрите, не доходя, где-то вот так отметили, ну, на пальчик. Нож должен быть острый. Как у меня. Разрезали. И сразу аккуратненько это все разворачиваем. Пока тесто еще у нас податливое, разворачиваем. Смотрите. Вот так вот. Вот такая ватрушечка. Если где-то слоя вот здесь не разошлись, вы можете ножом их поправить. Потому что тесто такое нежное, что бывает, что слоя просто не раз... Они сразу не расходятся, а потом при выпечке они все раскрываются. Потому я вот так сделаю все. Делаем, выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Конечно же, с расстоянием. Я это сделаю очень быстро. Итак, дорогие мои, вот так вот сделала. Значит, с расстоянием все видите, да? Пленочкой накрыла уже сразу. Ставлю в тепло минут на 20, чтобы они подошли. А я буду работать с остальными. А потом покажу, что будем делать дальше. И так, дорогие мои, эти уже разложила. Смотрите, еще один противень. Коля, не считал всего их сколько? 17. Значит, этот я достаю. Больше подходить они у нас не будут. Подойдут в духовке. Это не пирожки. Значит, смазываю молочком. Я покажу, дорогие мои, на одном, чтобы не занимать ваше время и не время. Смазываем молочком. Ну так, слегка, не заливаем, конечно. И посыпаем обязательно сахарком. Молочко без яйца, без ничего, просто молочком. Вот так вот. Смазала. Присыплю слегка, чуть-чуть сахарком. Вот так вот. И вот так сделаю со всеми. И отправлю, вот оно. И отправлю в духовочку 180 градусов минут на 20. Средний уровень, вверх-вниз. Я вам покажу, какие они получатся. А пока, еще немножечко подождем. Итак, дорогие мои, вот такая выпечка у нас получилась. Горячая сложила. Видите, немножечко сиропчиком смазала. Все блестит, все супер, все класс. Ну что же, горячо, но попробую. Любой из этих. Возьму тот, который до Коли ближе. Ну да, чтоб Коли меньше осталось. Сейчас, слоистое тесто, мягкие, смотрите, вот они как, сейчас вам покажу. Вот, расслаиваются, видите, вот, все. Сейчас, 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 потому что разломала. Сейчас попробую. Самое главное. Да. Если вы хотите, чтобы у вас все было в шоколаде, дайте годовалым ребятишкам и оставьте их без присмотра, минут на 10. Точно, будет все в шоколаде. Дорогие мои, домашняя выпечка. Ароматная, вкусная, сладкая. Все, что надо, все, пожалуйста, к чаю, к чему угодно. У нас часто бывают эти выпечки, бывают разные. Это выпечка вот такая вот. Вот такие вот, даже, как сказать, плюшки, да? Сахарные плюшки. Очень вкусно. Корочка хрустящая. Вот сейчас вам покажу эту корочку. Сейчас, секунду, потому что она мало. Вот смотрите, она такая вот, видите, сверху хрустящая и сахаром посыпанная. Такая вот сверху, смазанная сиропчиком. С молочком, это то, что надо. Люба, молоко это реквизит. Ничего подобного. Она там не увлекаюсь. Это за ваше здоровье. Потому, заходите на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, если не жалко, пишите комментарии, готовьте. А самое главное, будьте все здоровы, будьте все счастливы, мирного неба, и вам, и нам, всему, всему миру. Мы вас всех обнимаем и всегда ждем. До свидания.